В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня выпуски. На что потратят 99 миллионов? Депутаты обсудили корректировку бюджета. Виртуальные обманщики, как не попасться на увовки мошенников при покупке через интернет. Слияние динамики силы ума в молодежном центре прошел турнир по теннису среди детей. Далее расскажем обо всем подробно. Капремонт стадионов и спортивных площадок, ликвидация свалок, ремонт дорог, корректировки в бюджет города на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов обсудили депутаты на очередном заседании Думского комитета. Подробности далее. Два миллиона рублей на этот год и 10 на следующий. Такую сумму из бюджета города выделили на капитальный ремонт стадиона школы 12, где планируют заменить резиновое покрытие. Согласно новой корректировке бюджета, муниципальная программа образования увеличена на 16,5 миллионов рублей. А вот программу обеспечения населения города Саров доступным и комфортным жильем уменьшили почти на миллион. Увеличено бюджетное ассигнование на объект инженерной транспортной инфраструктуры для многодетных по улице Западная для оплаты достоверности медной стоимости средств предусмотренной и уменьшено бюджетное ассигнование за счет субвенции 1,599,3 для граждан в соответствии с законом о ветеранах. Около 52 миллионов направят на реализацию программы «Городское хозяйство и транспортная система города». В частности, около 600 тысяч пойдет на ликвидацию свалок и объектов размещения отходов. На уничтожение борщевика на территориях общего пользования потратят 250 тысяч. Порядка 50 миллионов направят на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Увеличено бюджетное ассигнование в сумме 4,9 млн. рублей на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в связи с тем, что зимние работы, предусмотренные на вторую половину года, выбраны в первом квартале текущего года. По той же причине увеличено средство в размере 2,8 млн. на содержание в триквартальных и внутренних районах территорий. Накап ремонт кровли клуба «Чайка» центра внешкольной работы планирует потратить из бюджета города около 5 млн. рублей. 20 июня стартовала приемная кампания в ВУЗы. На бюджетные отделения в новом учебном году могут претендовать более 588 тысяч человек. Это на 11,5 тысяч больше, чем в предыдущем году. Больше всего бюджетных мест выделили на инженерные и технические специальности, в том числе и информационные технологии. Также в авангарде педагогика медицины и сельское хозяйство прием начинается в оффлайн-режиме. Документы можно приносить в приемные комиссии очно или отправлять по почте. А также в пространство виртуальном через сайт университетов и суперсервис поступления в ВУЗ онлайн на портале Госуслуг. В этом году с его помощью можно будет отправить документы в 974 университета и их филиала, в том числе и в 77 частных ВУЗов. Главное, чтобы у абитуриента была подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Тогда процесс подачи документов проходит практически в один клик. Новинка этого года – можно не прикладывать скан документа о предыдущем образовании, достаточно просто вписать информацию о нем. Оригиналы в ВУЗ нести уже не нужно. Кроме того, в этом году в России ввели квоту в размере 10% от общего числа бюджетных мест на прием детей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Они поступают на основании вступительных экзаменов, проводимых ВУЗом самостоятельно, а дети погибших и раненых военных поступают без экзаменов, за исключением творческих испытаний. Российские операторы начали брать плату за сим-карты при подключении, пишет коммерсант. Две компании уже продают симку за 50 рублей, все остальные сделают услугу платной до 1 августа. Мобильные операторы объяснили изменения ценовой политики тем, что они стремятся сохранить высокое качество связи при возросших тратах на предоставление услуг. Другая важная информация в подборке коротких новостей. С 2023 года льготники смогут приобретать лекарственные препараты, медизделия и лечебное питание с помощью электронного сертификата. В соответствующий проект приказа, разработан Минтрудом совместно с Минздравом России, вынесено общественное обсуждение. Сейчас получить лекарства можно только лично в аптеках, участвующих в программе льготного лекарственного обеспечения. Такие аптеки, как правило, находятся в помещении поликлиник или больниц. Не каждому человеку удобно ездить именно туда. Обладатель же электронного сертификата сможет приобрести лекарство в коммерческой аптеке. Человеку будет гарантировано обеспечение лекарственным препаратом с указанным в рецепте действующим веществом. При желании можно будет взять более дорогой аналог лекарственного препарата с другим торговым наименованием, доплатив до его фактической стоимости собственных средств, пояснили в ведомстве. Там также уточнили, что сертификат – это государственный платежный инструмент, который привязан к арте МИР. Потратить зачисленные туда деньги можно только на лекарства, медизделия и лечебное питание. Такой механизм позволит упростить и ускорить процесс получения социальной поддержки, считают в Минтруде. В школьный курс «Истории для девятых классов» включили признание России независимости ДНР и ЛНР. Эту тему школьники будут проходить в рамках блока Российской Федерации на современном этапе в конце раздела «Возрождение страны с 2000-х годов». На изучение него в программе выделено три учебных часа. На уроках школьникам также расскажут про голосование по поправкам к Конституции и пандемию коронавируса. Эти темы добавили в учебники «Истории» в 2021 году. Отцов уравняют с матерями в праве на получение алиментов. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который уравнивает права родителей на получение алиментов, если у них есть общий ребенок в возрасте до трех лет. Сейчас право на алименты предусмотрено только в отношении матерей. Требовать их выплаты через суд имеет право жена или бывшая жена во время беременности в течение трех лет с рождения общего ребенка. Документ внесло в Госдуму Архангельское областное собрание депутатов. Судебная практика показывает, что в последние годы растет число случаев, когда дети остаются жить именно с отцом, сообщили авторы законопроекта в пояснительной записке. Проект поддержало правительство Российской Федерации. Ранее пленум Верховного суда постановил, что если за ребенком до трех лет ухаживает отец, а мать устранилась от его воспитания и содержания, то мужчина тоже вправе подать иск к жене о выплате ему алиментов. На Октябрьском проспекте утром 21 июня сбили женщину 1966 года рождения, которая переходила по нерегулируемому пешеходному переходу возле детской поликлиники. За рулем Киосит был 28-летний мужчина. Как сообщают очевидцы, жертве ДТП оторвало ногу. Пешеходы на машине скорой помощи доставили в больницу. Ей был выставлен диагноз – травматическая ампутация ноги, а скольчатый перелом плечевой кости – травматический шок. Семнадцать тысяч на мифическую резину. Саровчанин стал жертвой мошенников, заказав товар через интернет и полностью его оплатив. Ни денег, ни заказа мужчина не дождался. Страница продавца исчезла. На какие еще уловки идут злоумышленники и как не попасться к ним на крючок. Через интернет сейчас приобретают все, что угодно – от продуктов до заграничного контрафакта. По данным ВЦООМ, с обманом при совершении покупок через всемирную сеть сталкивались 29% россиян. Каждый пятый становился жертвой интернет-мошенников лишь единожды. Еще 8% опрошенных редко попадались на уловки мошенников. Подавляющее большинство что-то покупали или продавали через известные платформы. У нас многие граждане пытаются либо что-то купить, либо что-то наоборот продать. Не читают порядок работы на данных площадках. Там все четко расписано, что общение должно происходить только на платформе Авито. Переход в какие-либо другие месседжеры – Вайбер, Ватсап, Телеграм и так далее – категорически запрещено. Это все на риск самих пользователей, которые покупают товары или продают. Кроме того, необходимо пользоваться только теми средствами доставки, которые есть на платформе. Злоумышленники чаще всего предлагают альтернативный способ доставки заказа. В Сарове зарегистрировано несколько таких случаев мошенничества. Мошенники просят перейти на сторонние ресурсы. Обычно это либо Вайбер, либо Ватсап. После этого высылают форму о так называемой доставке товара. Гражданин, который продает товар, вносит туда все свои банковские данные. Мошенник убеждает его в том, что он на данную карту перечислит ему денежные средства, полагаемые за продажу товара. В итоге гражданин вводит туда все свои данные, подтверждает СВР-кодом. А дальше вместо того, чтобы получить деньги, продавец все средства с карты теряет. Как правило, исчезает вся сумма, которая находится на счете. Кроме того, бывает, что граждане не проверяют товар при поступлении в пункт выдачи. Хотя правила интернет-платформ четко оговаривают, что это необходимо сделать. В последнее время мошенничают с видеокартами. У нас граждане забирают посылку домой. В ходе распаковки дома соглашаются с тем, что товар доставлен и все с ним хорошо. Соответственно, транспортная компания перечисляет денежные средства продавцу. Дома распаковав, вот такие у нас несколько фактов зарегистрированы. Получая видеокарту, она либо не соответствует заявляемым требованиям, либо другой марки. Соблюдая некоторые правила предосторожности, можно оградить себя от возможных неприятностей. Прежде чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверяйте полную информацию о нем, почитайте форумы. Покупая на известных платформах, ищите отзывы о продавце и общайтесь с ним с помощью формосвязи на сайте. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Самозанятые и предприниматели могут принять участие в проекте «Займись делом» и заявить о своем бизнесе. По итогам программы определят трех победителей, которые получат поддержку в продвижении от Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области. Как отправить заявку и что в себя включает проект, расскажем далее. Таргетированная реклама, продвижение в соцсетях, а также создание и продвижение сайта. Одну из этих услуг смогут выбрать победители проекта «Займись делом». Центр поддержки предпринимательства приглашает к участию в проекте самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей. Он дает доступ к очень полезной платформе. Каждый, кто заявляется, он регистрируется на платформе, которая разработана торгово-промышленной палатой, где есть весь комплекс информации от налоговых каких-то особенностей, юридических, правовых каких-то особенностей, тонкостей, тех же самых мер поддержки, продвижения в их маркетплейс. В общем, на этой платформе аккумулирована вся информация, которая может быть полезна самозанятым. Количество участников проекта ограничено. В нем могут принять участие 56 самозанятых граждан. Также, помимо консультационных услуг по любым вопросам предпринимательской деятельности, для участников 7 июля проведут семинар от Торгово-промышленной палаты региона по мерам поддержки самозанятых граждан. А 11 августа они смогут проверить свои силы в бизнес-игре «Займись делом». Разработка, упаковка своего проекта в течение одного дня от стадии идеи в какой-то готовый документ, можно это назвать документ, можно это назвать бизнес-план, бизнес-проект. Одновременно сразу же защита этого проекта перед комиссией и определение победителей. В прошлом году мы, когда проводили эту бизнес-игру, все прошло настолько динамично, настолько молодцы у нас были участники. Для регистрации необходимо заполнить заявку, которую можно найти в соцсети ЦПП ВКонтакте, либо обратиться за дополнительной информацией по телефону 992-65-992-64. В молодежном центре прошел турнир по теннису среди детей. Сильнейших спортсменов выявляли несколько дней. Как проходили соревнования, расскажем далее. Первенство города по теннису проводится в молодежном центре ежегодно и уже стало традиционным. На корте между собой соревнуются ребята из разных теннисных групп. В этом году в рамках первенства каждый участник сыграл по шесть игр в течение четырех соревновательных дней. Места распределялись по трем возрастным группам у юношей и девушек до 13, до 15 и до 17 лет. Соревнования по теннису завершились в церемонии награждения победителей и призеров. Мне кажется, я играл где-то в средниках, мог еще лучше. Тут интересно играть, нужно бороться за выигрыш. Какие-то у тебя уже были победы до этого? Да. Вроде четыре соревнования было. Два в другом городе и два здесь. У меня было стремление к победе, у меня было желание победить. Первый раз, когда я пришла посмотреть, что это такое, мне это очень сильно увлекло. Я очень увлеклась этим спортом, потому что это, во-первых, очень подвижный движение, это жизнь. Ну и мне это очень нравится. К этим соревнованиям преподаватели провели с воспитанниками интенсивную подготовку. Юные теннисисты посещали летний спортивный лагерь, тренировались по несколько раз в день. И усталость не стала для ребят помехой. Каждый из них стремился показать на первенстве высокий результат. До двух часов была одна тренировка. Кроме этого, была тренировка по теннису, тренировка по ФП и в бассейн ходили. А после обеда, когда лагерь заканчивался, он заканчивался в два часа, еще была тренировка в зале, в спортивном. То есть практически по три тренировки в день. Все очень хотели. Ну, конечно, еще они с учетом хотели, что осенью отборочные выиграть, потому что, как мы видим после отпуска, сразу будут практические тренировки, отборочные на выездные соревнования. Секция тенниса приглашает на обучение на новый учебный год ребят от 7 до 18 лет. Занятия проходят в теннисном зале молодежного центра. На начальном этапе тренеры обучают новичков азам тенниса, а также готовят юных спортсменов к соревнованиям различного уровня. Приводите к нам детей в молодежный центр. Также всех научим. Обучение у нас хорошее проходит. Вот, маленько обучение пройдет, потом в соревнованиях. Ну, какой-то год провал будет, а какой-то год уже лучше будут играть. От года в год все лучше и лучше играет. Так что хочется сказать родителям, приводите детей, не бойтесь. Подробную информацию можно узнать по телефону 99105. Сейчас теннисисты молодежного центра готовятся к выездным сентябрьским соревнованиям. Первенство области в Дзержинске. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин